МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В выставочном зале салона собрались представители этих видов искусства – поэты, музыканты, артисты и художники. Глядя на картины Бориса Запорожца, гости пели романсы и песни, навеянные живописными полотнами, а также читали стихи. Так алые зори и так ночи лунные, Хоть день похож на сотни прежних дней. Там, в ветхой покосившейся избушке, Такой родной, что хоть целой порог, Живет себе, как ангел, мать-старушка, И сына ждет хотя бы на денек. Изюминкой вечера стало представление новой картины Бориса Запорожца. Она вдохновила Ольгу Воронцову на целое театральное действие из разных женских образов. Перевоплощаясь, актриса из таинственной блоковской незнакомки превратилась в девушку с полотна художника. В программе вечера были также мастер-классы, на которых присутствующие создавали небольшие поделки из конфет, а также уроки женственности от ведущей вечера. Однако главными героями на этом мероприятии были полотна, украшающие стены выставочного зала, и мастер, написавший их. Борис Запорожец признался, что его восприятие собственных картин не всегда совпадало с тем, что он увидел и услышал в этот день. Но автор также отметил, что искусство каждый вправе воспринимать по-своему. Все мы знаем, что искусство на людей производит какое-то впечатление. Ну и то, что без искусства ни одна формация не жила. Даже как бы человечество не погибало, не страдало, но искусство через какое-то время что-то появлялось. Пусть почти с нуля начиналось. Человек, чтобы не быть на четвереньках, а быть на двух ногах, без искусства жить не может. Творческий вечер не обошелся без сюрпризов. Многие петербуржцы мечтают иметь в своей домашней коллекции хотя бы небольшую картину Бориса Запорожца. Но не все могут себе это позволить. Поэтому специально к мероприятию мастер подготовил миниатюры с фрагментами своих полотен. Их разыграли в лотерею, а также они стали лотами импровизированного аукциона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова